МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я, Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Лёгкие деньги с тяжёлыми последствиями. В Чувашии завели уголовное дело на мужчину, который не заплатил налоги с крупного выигрыша в покер. Кандидатура утверждена. В Чувашии будет новый прокурор. Незакрытые вопросы открытого города. Глава администрации Чебоксар Алексей Ладогов встретился с горожанами. Сегодня глава Чувашии согласовал кандидатуру для назначения на должность прокурора Чувашской республики. Кандидата на должность прокурора Чувашской республики Василия Пасловского представил начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Андрей Юмшанов. Кандидатуру Василия Пасловского предложил генеральный прокурор России Юрий Чайко. С учетом вашего опыта, с учетом вашего профессионализма, с учетом того, что вы имеете огромный опыт работы Василия Пасловича на разных должностях, с низов, можно сказать, по карьере выросли, с учетом того, что с сессией достоинства выполняли свои профессиональные обязанности, у меня никаких сомнений не было. Я, в соответствии со статьей 129 Конституции Российской Федерации, в соответствии со статьей 72 Конституции Чувашской республики, согласовал вашу кандидатуру для последующего назначения президентом Российской Федерации на должность прокурора Чувашской республики. Василий Пасловский поблагодарил за доверие и отметил, готов работать на укрепление законности и выполнение задач, которые поставит руководство страны. Сегодня Государственный совет Чувашии на очередной сессии также поддержал кандидатуру нового прокурора Чувашии. Василия Пасловского рекомендовал на эту должность генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайко. Этот вопрос стоял в повестке дня 9-м, но депутаты решили такое важное решение рассмотреть в самом начале. Кроме того, парламентарии приняли еще ряд законопроектов. Подробности в репортаже Татьяны Молоковой. Василий Пасловский служит в органах прокуратуры с 1984 года. Последние 6 лет работал в республике Адыгея. Зарекомендовал себя, работая на различных должностях в органах прокуратуры, как квалифицированный, требовательный, профессионально подготовленный руководитель. Я прямо скажу, что входит в когорту наиболее опытных сотрудников прокуратуры в целом в Российской Федерации. Обладает большим практическим опытом, организаторскими способностями. В работе проявляет настойчивость, принципиальность. Оказывается, чтобы узнать больше о Василии Пасловском, кто-то даже звонил в Адыгее. Депутаты проявили немалую активность, выясняя и подробности биографии нового прокурора и первые шаги на должности. Первый момент. Нужно позаниматься, покоординировать борьбу с преступностью, покоординировать деятельность правоохранителей всех, позаниматься профилактикой и непосредственно защитой прав и законных интересов граждан, живущих на территории республики во всех сферах жизнедеятельности. По ценке кандидатуры Василия Пасловского было единодушие и в партийных рядах. Я и когда того, Ликостаеву утверждали, тоже Валентин Сергеевич тоже выступал и говорил, что тогда еще такую зиму фразу я сказал, немного придуманную, птицу видно будет по полету. Мы с ним встречались, было заседание комитета профильного, я задавал там вопросы свои, получил четкие понятные ответы. Есть надежда полагать, видя какие показатели прокуратуры республики в Адыгее по раскрываемости коррупционных преступлений, контроля за работой организаций, которые строят дороги, строят бюджетные учреждения. Видя эти показатели, видя награды, которые получил прокурор республики, есть такое ощущение, что это будет хорошо для республики. Нам сказал, что он будет работать и в Чувашской республике, и вся его деятельность будет направлена в том числе на защиту законных прав и интересов наших граждан. Также депутаты рассмотрели в первом и втором чтении законопроекта потребительской корзине. В новом документе изменяется условное количество некоторых продуктов, которые должны употреблять жители республики в течение года. Как сказал заместитель министра труда и социальной защиты Виктор Ковалев, изменения в региональный закон вносятся в соответствии с федеральными нормами. После этого уточнения стоимость прожиточного минимума, по данным Министерства труда и социальной защиты, может измениться на 60 рублей. Татьяна Молкова, Андрей Спиридонов, Республика. Делегация из Чуваши отправилась с официальным визитом в Мурманскую область. 18 марта глава республики Михаил Игнатьев проведет ряд рабочих встреч. В самом крайнем регионе страны уже находится наша съемочная группа. Подробности по телефону у Дмитрия Ковалева. Здравствуйте, коллеги. В это воскресенье в стране отмечают День моряка-подводника. Главные торжества развернулись в Мурманской области. В столицу региона сегодня с праздничной программой приехали и творческие коллективы Чувашской республики. Они дают концерт военнослужащим и землякам. Ну а 18 марта в Мурманск прилетит и глава Чувашия. Рабочая программа у Михаила Игнатьева довольно насыщенная. Он проведет переговоры с первым заместителем губернатора региона Алексеем Тюкавиным. Ожидается, что будет подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической и культурной областях. Также Михаил Игнатьев посетит город Полярный, где базируется северный флот страны. Здесь он встретится с моряками, проходящими службу на военном Тральчике Ядрен, носящем имя славного города республики. Подробности расскажем в понедельник в программе «Республика». Программа переселения из аварийного жилья, ремонт дорог и ликвидация разливаек. Актуальные в последнее время темы стали предметом обсуждения на очередной встрече глава администрации столицы Алексея Ладокова с горожанами. Проект «Открытый город» действует в столице Чувашии уже третий год. Обратная связь помогает муниципалитету оперативно решать важные для жителей проблемы. В прошлом году столичная администрация при поддержке республиканского правительства провела эффективную работу по улучшению имиджа города. Чебоксары растут по многим социально-экономическим показателям, сказал в своем выступлении Алексей Ладоков. Важнейшим фактором развития столицы стала положительная демографическая динамика. Но подобные встречи все же не повод для победных реляций. И это хорошо понимает муниципальная власть. Вместе с главой администрации Чебоксара в юго-западный район приехали специалисты различных ведомств, чтобы лично услышать, в чем они недорабатывают. В этом районе большой частный сектор. Что неудивительно. Так что неудивительно, что речь зашла о ветхом жилье. Благодаря поддержке главы республики Чебоксары вошли в федеральный проект переселения из аварийного жилья. Комфортное жилье уже получили 850 чебоксарских семей. На очереди еще тысяча. Несмотря на то, что взамен ветких полуразрушенных квартир горожане получают комфортное жилье, всегда остаются те, кто недоволен обменом. Мы просим при расселении оставлять жителей Чапаевского поселка на поселке. Почему? Потому что это наш контингент, это наша территория, это наша вторая родина. И для нас это очень много значит. Не все получается удовлетворить. Кто-то счастлив, кто-то рад, кто-то и не хочет переселяться. Тогда мы предлагаем получить денежную компенсацию. В юго-западном районе, в том месте, где вы жили, дом сегодня не предусмотрен. Там не будет строиться дом. От ранней и бурной весны в этом году сильно пострадали столичные дороги. Ремонтники брали на заметку буквально каждый участок полотна. Но все ямы одномоментно не золотаешь. Работа в этом направлении ведется. И самыми активными помощниками в определении адресов ремонта стали сами горожане. Это очень важно, отметил Алексей Ладоков. Серьезным прорывом в транспортном обслуживании стало появление в столице единой транспортной карты. За пару месяцев горожане успели отметить положительные стороны новой системы. В целом-то польза от этого решения есть? Вы мне подскажите. Есть. То есть вы купили карточки по безналу и начали экономить? Да. А сбои какие-то есть в системе? Кроме этого, мы еще ввели систему, точнее не систему, а проездные для школьников и студентов. По льготной цене. Кто-нибудь пользуется этим? Пользуюсь. Вернулись на встречи к семье так называемых разливаек. В одной микрорайоне их несколько. Понятно, что они доставляют жителям неудобства. Возле них часто происходят драки. Кроме того, громкая музыка в вечернее время мешает отдыхать. Городские власти с помощью профильных министерств уже закрыли пару десятков пятийных заведений. Борьба с нарушителями будет продолжена. Алексей Ладоков пообещал горожану, бежать с проблемами в короткие сроки. Оснастив каждое ночное заведение, разливающее алкоголь камерами внешнего и внутреннего наблюдения. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика. Выиграл в покер и попал в поле зрения правоохранительных органов. Следственный комитет завел уголовное дело на жителя Чебоксар, выигравшего в покер 30 миллионов рублей. Следственный комитет завел уголовное дело на жителя Чебоксар, выигравшего в покер 30 миллионов рублей. По версии следствия, мужчина выиграл деньги на турнирах в Лас-Вегасе, Берлине, Копенгагене и во французском Давиле, но не заплатил с них налоги. По вертии следствия, в городе Чебоксары подозреваемый уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц за 2011-2013 годы в размере свыше 3 миллионов 900 тысяч рублей, не представив соответствующие налоговые декларации в налоговые органы и скрыв свои доходы на общую сумму свыше 30 миллионов рублей, полученные за пределами Российской Федерации, как выигрыши международных покерных турниров, проводившихся в Соединенных Штатах Америки, а также в Германии, Дании и Франции. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В том числе назначена судебная налоговая экспертиза, а также приобщена необходимая документация из налоговой службы. В ходе следствия будут приняты меры по возмещению причиненного бюджета ущерба. Расследование уголовного дела продолжается. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике разъясняет, что в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, уголовное дело в отношении подозреваемого может быть прекращено по его заявлению в случае возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, а именно уплаты в полном объеме суммы недоимки по налогам, а также начисленных в связи с этим пений и штрафов. Обновленчество. Несмотря на благозвучие, за этим термином скрывается одна из трагических страниц истории страны, в частности, Русской Православной Церкви. Что послужило поводом для раскола и как развивались события конкретно в Чувашии и соседних республиках, можно узнать из сборника архивных документов, подготовленного ученым-исследователем Федором Козловым. Презентация сборника обновленчества в Чувашии «История церковного раскола» по документам Государственного исторического архива Республики прошла в Центре подготовки церковных специалистов при Чувашской митрополии. События, относящиеся к этому периоду, к сожалению, еще мало изучены, отметили представители духовенства. Собственно, и в мирской истории ему делено крайне мало внимания. Между тем, религиозная ситуация 1920-х годов в нашем регионе при ее детальном рассмотрении оказывается явлением многогранным и своеобразным. Обновленческий раскол – великое противостояние старого и нового при вмешательстве принципиально иной идеологии, которую исповедовала советская власть. Это научно-популярное издание. Мы готовили его с расчетом как на научную аудиторию, так и на любого человека, который готов интересоваться историей собственной края, историей церкви, историей конкретного прихода, потому что там много документов, которые затрагивают жизнь конкретных населенных пунктов, а не в целом республики. В начале марта Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию практически в каждом регионе России отобран обязательный общедоступный телеканал. В Чуваши данным каналом стало национальное телевидение Чуваши. Уже с 14 марта операторы кабельного телевидения обязаны осуществлять вещание выбранных обязательных общедоступных каналов субъектов Российской Федерации на 21 позиции. В настоящий момент проводятся технические процедуры перевода. Телезрителям нужно будет просто перенастроить свои телеприемники, и в результате они получат на 21 кнопке сигнал своего родного национального телевидения Чуваши. В Чубаксарах прошел концерт вокального коллектива Михаила Турецкого «Сопрано». С его участницами накануне встретился глава Чуваши. Проект Михаила Турецкого «Сопрано» существует два года. Его участницы исполняют музыкальные произведения любой сложности. Михаил Игнатьев рассказал, что нашу республику называют краем 100 тысяч песен. Чуваши любят музыку и поют с удовольствием. Здесь работает немало творческих коллективов. Солистки поблагодарили за теплый прием, отметили чистоту и ухоженность столицы. В 12-й раз на базе Анаткиниарской среднеобщевразовательной школы Чубаксарского района прошли соревнования по лыжным гонкам памяти выпускников учебного заведения капитана ФСБ России Млеонида Ильина и рядового российской армии Анатолия Лебедева. В этом году на старт вышли более 100 лыжников в 12 возрастных группах. Репортаж подготовлен пресс-службой УФСБ России Почувашской республики. Девять классов Анаткиниарской школы Леоний Ильин закончил в 1986 году. Потом были успешные учебы в Мариинском посадском лесотехническом техникуме и два года службы в армии на Среднем Урале. В органы безопасности он пришел в 1993 году. Через 10 лет был откомандирован в Чеченскую республику. 15 апреля 2005 года в ходе проведения контртеррористической операции в городе Грозном капитан Леонид Ильин погиб. Посмертно герой награжден Орденом Мужества. Такой же наградой удостоен еще один выпускник школы. Рядовой Анатолий Лебедев, погибший в бою под Грозным в 2003 году. В памяти герою-земляках в Анаткиниарах ежегодно проводятся лыжные гонки. На этот раз на старт вышли не только местные детвора и жители разных возрастов, но и школьные команды Чебоксарского и Маргаушского районов. Мы рады, что у нас сегодня будут участвовать в соревнованиях не только дети, но и взрослые. Эти соревнования, они непростые, а это память наших погибших выпускников. Ирина Леонида и Лебедева Анатолия. В наших сердцах они будут всегда. Они служили, отдали своей жизни нашей Родине такими мероприятиями. В памяти о них мы будем возрождать их жизнь в наших детях, в наших внуках. Их жизнь продолжается в нас. Переходящие кубки соревнований завоевали команды Салабай-Косинской общеобразовательной школы Чебоксарского района, Калай-Косинской среднеобразовательной школы Маргаушского района и коллектив физкультурно-спортивного общества «Динамо». Победители в личном зачете ждали призы организаторов гонок, спонсоров и памятные подарки от ветеранов органов безопасности. Заряд бодрости и хорошего настроения получили все участники соревнований. А это залог того, что в следующем году на традиционную памятную лужню в Анат-Кеньярах вводят еще больше любителей спорта. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Наши новости и программы на сайте ntrk21.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Впереди вас ждет еще полезная информация. Всего доброго. Со студенческой скамьи в кресло профессионала. Конкурс под таким названием запустила компания «Гарант Чебоксара» при поддержке Министерства образования и молодежной политики Чувашской республики. Главная цель конкурса – выявить потенциал среди активной молодежи, чтобы вырастить будущих предпринимателей и подготовить профессиональный кадр для республики. Для участников это возможность показать себя предпринимательскому сообществу «Чуваши». Трудоустроиться в успешную компанию и получить инвестирование своей бизнес-идеи. В этом году было очень приятно получить от организации вот такую вот монетку, которая станет талисманом нашей команды и поможет нам победить в этом году. В этом году в конкурсе принимают участие 15 команд из 9 ведущих учебных заведений «Чуваши». Самое главное, что вот уже 18 лет, на протяжении всех лет существования этой компании, они проводят интересный конкурс, который посвящен бизнес-обучению, бизнес-проектированию студенческих команд. Все участники пройдут мастер-класс от экспертов компании «Гарант» и успешных предпринимателей «Чуваши». В финале конкурса команда представит свои бизнес-проекты. Я хочу поблагодарить компанию «Гарант», что они являются социально-ориентированным бизнесом, который направлен не только на развитие своих корпоративных интересов, но и просвещение нашего студенчества, нашей подрастающей молодежи.